Возрождение шелкового пути это не только инфраструктурная программа, Казахстан рассматривает, что эта программа более широкая, вопросы экономического сотрудничества. Сегодня по периметру от шелкового пути располагается более 60 стран и я думаю, что потенциал раскрытия этого проекта, так скажем, мегапроекта региона является достаточно большим. Это связано, конечно же, с бурным ростом Юго-Восточной Азии и Китая, который актуализировал потребность увеличения экономических, коммуникационных возможностей с Европой и другими регионами нашего евразийского континента. Я бы хотел сказать, что программа «Нурлужол», которая была предложена президентом страны, она очень комплексно встраивается и созвучна с идеей шелкового пути. Казахстан за последние годы очень активно развивал именно транспортные маршруты между Европой и Азией. На сегодня уже реализуется транспортно-логистический хаб в Харгосе, который закладывает основу для увеличения возможностей товарооборота между Китаем и Казахстаном. Также имеются планы по дальнейшему развитию этого перехода, который может стать одним из ключевых звеньев в проекте шелкового пути. Есть и другие, конечно, проекты в регионе, которые могут внести вклад в развитие этого проекта. Я думаю, что очень много обсуждений в последнее время, которые я изучал, именно посвященном шелковому пути. На самом деле, очень большой потенциал у этого проекта. И прежде всего, именно связанный с развитием экономик, с развитием коммуникаций. Конечно же, главным участником на сегодня являются страны региона. Поэтому инициатива Китая, конечно, очень интересна для всех стран и регионов. Считаем важную инициативу по возрождению шелкового пути. И, конечно же, она закладывает фундамент не только для инфраструктурного развития, но и закладывает фундамент для промышленного, культурного и финансового взаимодействия. Как вы знаете, в этом плане масштабы этого проекта, конечно же, впечатляют. И на сегодня количество стран, которые могут войти с объемом ВВП, превышает более, это самое, где-то около, по нашим оценкам, составляет около, наверное, трети мирового ВВП на сегодня. А с учетом потенциала дальнейшего роста, конечно, в дальнейшем этот объем ВВП может достигнуть почти половины мирового ВВП. Продолжение следует...